Делаешь не бойся, боишься не делай. Главный принцип работы водолазов-спасателей. Для Анатолия Пархоменко это мечта детства. Пока к ней шел, успел поработать и пожарным, и спасателем. В итоге в профессии уже с 1998 года, а начиналось все так. Я с детства плавать не умел. Научился нырять. Проныривал, большие расстояния тоже так вот. Было очень интересно. И потом, многие мне потом говорили, что водолазы плавают. Ох, больше бегают под водой. Но, как выяснилось, плавает бывалый водолаз отлично. Задание, имитирующее работу в давшем течь отсеки затонувшего корабля, выполнил значительно раньше. Такие практические занятия часть ежегодной квалификационной комиссии. Ее проходит каждый водолаз. Если все выполнил хорошо, то он получает допуск, соответственно. И в следующий очередной год он может спокойно на всей территории Московской области выполнять аварийно-спасатели и другие неотложенные работы, связанные с спасением лиц на водных объектах, непосредственно с погружением под воду. Помимо практики, нужно пройти и теорию. Проверяют также навыки оказания первой медицинской помощи. 30 нажатий, 2 вдоха. Вот так, ну, нажати. Все сотрудники 24-го Одинцовского поисково-спасательного отряда по итогам комиссии получили допуск к водолазным работам. С 2005 года в составе МОЗ «Облпошспаса» они оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации. Основная работа происходит у нас в летний период, в период сезокупания и в период ледостава и паудка. То есть, когда встает лед, это сразу группа риска рыбаки, которые выходят на лед, несмотря на то, что он еще не окрепший и, соответственно, терпят там бедствие. Несмотря на то, что главная функция водолаза – спасать людей под водой, при серьезных чрезвычайных ситуациях они должны владеть и вот таким инструментом. Это гидравлические ножницы. Они позволяют выдворить пострадавшего из серьезных ДТП и завалах. А как это работает, прямо сейчас покажем. С таким аппаратом водолазы работают и под водой. Разрезают им любые железные или деревянные конструкции. Весит он около 15 килограмм. Но в воде, конечно, легче, хотя работу не упрощает. Руководитель отряда говорит, что зачастую приходится спасать людей в сложных условиях, при плохой видимости погружаются без батискафов на глубину до 12 метров. В нашем регионе, к сожалению, вода, она очень грязная, мутная, и поэтому видимость водолаза вообще отсутствует полностью. Это, если было для примера, это как в темные помещения ночью зайти и искать на ощупь приключателя. Так вот происходит вся работа, основная работа у спасателей водолаза. На ощупь. Но, по словам Анатолия, самая сложная работа не у того, кто под водой, а у того, кто наверху. Напарнику, который отвечает за водолаза, контролируют его работу и жизненные показатели. Но совершенно точно, и те, и другие преданы профессии и работают по призванию. Как говорит Анатолий... Выполнил хорошую работу, и ты счастлив. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.